Долгое время эта площадь была неблагоустроена. Пространство между домов, поросшее сорными растениями, кто бы мог предположить, что когда-то здесь был бульвар. От улицы Дзержинского и сюда, тут был, как скажем, Арбат. Там шлагбаум стоял, потому что тут слепых много, и машин тут не было. Ходили. Тут лавочки стояли, цветы были, пионы, жасмины. Тут очень хорошо было. В этом году родилась мысль восстановить бульвар. Голосовали местные жители активно, и вот территория попала в программу благоустройства. В этом году работы только начались. Сделали самое критичное, наверное, место. Синхронизировали с городскими программами по замене теплосетей. И в этом году небольшой участок, но тем не менее, самый наиболее транзитный в этом году сделали. Сделали проезжую часть, сделали дорожки, согласовали с жителями, выпилили старые деревья аварийные, и с одной стороны, и с другой стороны бульвара. Бюджет работ на первом этапе – 2,5 миллиона. В них уместили совместный проект с теплосетями, пешеходные дорожки, расчистку зарослей американского клёна из старых деревьев, ремонт проезжей части и установку вазонов для клумб. То, что сделали, очень хорошо. То, что было и что сейчас, конечно, очень здорово. Ну, хотелось, конечно, чтобы до ума ещё всё это довели. Во-первых, деревьев столько у нас здесь спилили, они, правда, были сухие. Ну и что-то, наверное, возместить нужно, посадить что-то ещё, насаждения какие-то. Я бы, например, за то, чтобы поставили всё-таки бюст хотя бы Пушкину, раз он сквер Пушкина. Вазоны красивые. Ну и хотелось бы, чтобы ещё красивее было. Начали очень хорошо, мне нравится. Ну, хотелось бы, чтобы, во-первых, не бросили на полпути. А что начали, очень замечательно. Вот мне всё нравится, и вазоны нравится, и что вот выровняли всё. Наверное, будет это, ну, будет красиво. Я даже не хочу что-то грандиозного хотя бы вот доделать, что есть. Не, ну, конечно, асфальт сделали, всё это, всё нормально, да. Всё нормально. Только представьте, что в городе появится новое общественное пространство, целый бульвар. Конечно, решать это местным жителям. Всё будет зависеть от того, проголосуют ли они за продолжение благоустройства именно в этом месте. Разговариваем с жителями по поводу продолжения, по поводу реализации второго этапа. Выбираем место, или пойдём в сторону Гагарина, или всё-таки пойдём к медгородку. Всё согласовываем. Ну, надеюсь, в следующем году тоже второй этап продолжим. На всём времени проведения работ сопровождали жители, как и всегда у нас по программе поддержки местных инициатив. Сегодня очередная встреча с жителями по оценке результатов проделанной работы. Программа поддержки местных инициатив давно показала свою эффективность. Люди активно принимают участие во всех этапах – от проекта до реализации. И бульвар Пушкина это только подтверждает.